Начало фонду положил закон Украины об обязательном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профзаболевания, повлёкшие утрату трудоспособности. Такой документ вышел в 1999 году, а уже на следующие профильные управления были чуть ли не в каждом регионе страны. В Севастополе о структуре заговорили в сентябре 2000-го. Возглавил её Николай Суров. Николай Суров говорит, что на тот момент только в Севастополе в поддержке государства нуждались более 500 человек. В основном это люди, бывшие работники предприятий банкротов. Когда я только приехал назначаться в Киев, уже мне показали письмо от наших пострадавших, мол, когда что-то создастся и когда наконец мы будем получать нормальные свои деньги. Оплачивается лечение, обеспечение медикаментами, санаторно-курортное лечение, протезирование. То есть все те социальные, так сказать, социальная помощь, которая установлена медико-экспортной комиссией, предоставляется за счёт средств фонда. В первую очередь в фонде нуждались инвалиды труда. Люди, утратившие трудоспособность на производстве, долгое время оставались социально несощащенными, говорит Анатолий Разводов. Все инвалиды получали, почти что в первой декаде каждого месяца получали вот эти вот пособия свои. Поэтому как раз с выходом этого закона, конечно, все проблемы были сняты. Валентину Старшикову здесь знают уже год. У неё был перелом позвоночника. Производственную травму получила на стройке. Приезжала долго в больнице. Мне очень большую помощь оказал фонд по несчастным случаям. Они принимали участие в реабилитации, в лечении материально и морально. Владимир Курин переехал к нам из Донецка. Рассказывает, несчастье постигло его на 25-м году работы в шахте. Из-за травмы лёгкого пришлось сменить пульный промышленный центр на морской Севастополь. Получаю путёвки с санаторной, курортной для восстановления моего здоровья. Также получаю медикаментозное лечение в виде медицинских препаратов. По закону получаю денежный регресс. По данным управления, ежегодно в Севастополе происходит 60-80 несчастных случаев на производстве. До 10 человек гибнет. Здесь говорят, раньше цифры были больше. Отмечают, благодаря профилактической работе специалистов, количество несчастных случаев снизилось в три раза. С целью избежать травм на рабочих местах и рассказать об охране труда, ежегодно сотрудники посещают порядка 250 городских предприятий. Если раньше самое опасное было у нас, там, строительство и судоремонт. Сегодня их меньше. Сегодня у нас в лидерах, я уже не встаю это дело повторять, такие отрасли в первой пятёрке, как здравоохранение и народное образование. Если спотыкаются на лестницах, падают с высоты и так далее, то это такие травмы на производстве. Никуда ни денешься, они были, есть и будут. На сегодня на учёте в Управлении соцстрахования от несчастных случаев стоят около 600 человек. Всего же за 13 лет работы структуры было расследовано почти 2000 происшествий. Ольга Демичок, Денис Александрович, программа «Наше время».